так что прямо сейчас давай просто продолжим с того места на котором мы остановились так что я просто еще раз запущу свой сервер или простите мой сервер чтобы прослушать соединение так что позволь мне просто запустить его он распечатывает прослушивание входящих подключений я увеличу это упс это не там это здесь так увеличь масштаб и прямо сейчас это файл который мы получили после того как скомпилировали его и добавили к этого изображения а также как только мы запустим это на самом деле это должно запустить изображение 1 значит мы должны открыть это изображение а также открыть наш разворот на заднем плане это также должно сразу же установить сохранение в перемещаемой папке а также в разделе реестра в нашем реестре windows так давай пойдем прямо сюда зайди в командную строку первого прежде чем мы запустим ее чтобы проверить все ли работает хорошо так что данные приложения перемещаются и мы можем увеличить это мы тоже можем пойти в загс давай побегаем а потом отредактируем мы нажимаем здесь да и мы видим что здесь нет ничего с именем backdoor так давай запустим эту программу мы нажимаем на него и надеюсь он откроет изображение а также создаст для нас раздел реестра в реестре так давай подождем пока это откроется похоже на самом деле это ничего не открывает так что если это не сработает нам придется переделать это но иногда некоторые изображения на самом деле не открываются давай посмотрим был ли добавлен хотя бы наш реестр и мы видим что наш реестр добавлен прямо здесь так что переверни shell txt дай нам посмотреть получили ли мы соединение мы это сделали но по какой-то причине наше изображение не открылось так давай попробуем что-нибудь еще позволь мне просто зайти в мой диспетчер задач чтобы я мог удалить или закрыть программу дай мне просто найти его вот оно я заканчиваю задачу и давайте на самом деле удалим и это и попробуем скомпилировать еще раз так что позволь мне просто пойти прямо сюда ты помнишь что мы превратили наш имидж в ко так что мы должны просто быть готовы к этому прямо сейчас так что vine root vine drive c скриптами python с помощью установщика .exe тогда мы добавим данные для изображения так как мы хотим открыть его мы переходим к корневым программам python а затем к этому изображению прямо здесь но прежде чем мы это сделаем давайте посмотрим правильно ли мы указали имя самого изображения в перевернутой оболочке итак прежде чем мы запустим это позвольте мне просто закрыть это и перейти к обратной оболочке паю и давайте посмотрим есть ли здесь какая-либо проблема объясняющая почему наша обратная оболочка на самом деле не работала и похоже проблема есть итак нам нужно сделать косую черту прямо здесь чтобы он мог найти наш каталог с нашим изображением так что прямо сейчас мы добавили косую черту прямо здесь и название нашего изображения в нашем каталоге так давай же сохраним это и прямо сейчас давайте продолжим с этой командой так что запомни после указания пути к изображению тебе нужно указать здесь точку и запятую а затем точку после этого что мы хотим сделать так это на самом деле пойти и указать другие вещи такие как один файл и отсутствие консоли и мы также хотим добавить значок который мы преобразовали в предыдущем уроке и так я полагаю что root загружает а затем проводит код dragon это путь к тому месту где мы сохранили наш значок изображения и прямо сейчас мы хотим указать имя файла и мы должны быть готовы к работе поэтому я нажму здесь enter и позволю ему скомпилироваться а пока я подключу свой usb накопитель теперь давай подключим usb накопитель кали линукс мы должны удалить предыдущую обратную оболочку чтобы не путать эти две это должно сработать сейчас предыдущий не открывал изображение потому что мы не указали прямую косую черту или обратную косую черту в нашей обратной оболочке пай так что давай откроем это в терминале и удалим обратный x-файл оболочки теперь мы можем закрыть это дело закрой это тоже мы можем открыть это мы видим что компиляция закончена дай мне просто посмотреть почему этот терминал не закрылся хорошо и прямо сейчас мы идем в наш каталог на диске и перемещаем x-файл реверс шелф корень носителя а затем запускаем лиф как только мы переместим его теперь мы можем удалить все эти файлы и запустить наш сервер теперь мы можем отключить наш usb накопитель как обычно мы открываем все прямо здесь мы вставляем его на рабочий стол как мы видим это выглядит точно так же как и в предыдущем только в этом должен открыть образ сейчас но прежде чем мы действительно это сделаем нам нужно удалить предыдущий backdoor x так как если мы не удалим это а также реестр это не откроет образ так как он открывает образ только после его запуска в первый раз так давай удалим backdoor выйдем из командной строки а также удалим раздел реестра так что нажми здесь удалить удали это значение и прямо сейчас если мы запустим это прямо сейчас мы действительно должны открыть само изображение как мы видим это выглядит как законный образ загрузка занимает всего несколько секунд так вот оно что он открыл изображение и это должно выглядеть довольно нормально для нашего пользователя или нашей цели они нажимают на иконку на которой на самом деле есть это изображение они также дважды щелкают по нему и он также открывает это изображение теперь у большинства пользователей нет своих расширений на их пока поэтому они не смогут увидеть x здесь и даже если они увидят x большинство нетехнических людей на самом деле не знают что означает исполняемый файл и они вероятно подумают что это какой-то сбой и что это реальное изображение но давай посмотрим мы получили соединение значит мы действительно получили соединение прямо сейчас если я просто наберу здесь кто я такой мы видим что можем выполнять команды и хорошая часть здесь заключается в том что на самом деле он не открывает образ при загрузке хотя у нас есть реестр прямо здесь здесь мы также устанавливаем реестр и в следующий раз когда система перезагрузится она не откроет образ это просто откроет обратную оболочку и это хорошо Итак, прямо сейчас у нас есть полностью работающая обратная оболочка, которая открывает изображение, у которого также есть значок, и который действительно может обмануть некоторых пользователей, заставив их запустить его. Теперь следующее, что мы хотим сделать в следующем видео, это я покажу вам, как вы можете на самом деле проверить, запустил ли пользователь вашу программу или ваш бэкдер в учетной записи администратора. Если они действительно запустили его с учетной записью администратора, мы действительно можем поместить наш раздел реестра внутрь локальной машины, что позволит нам фактически иметь постоянство для каждой учетной записи на этой машине. Ключ H в текущем реестре пользователей на самом деле дает нам постоянство только в том случае, если пользователь войдет в ту же учетную запись в следующий раз. Но если он войдет, например, в учетную запись администратора, мы не получим обратную оболочку обратно. Итак, мы хотим сначала проверить, является ли пользователь администратором, и если он администратор, мы действительно установим его на локальном компьютере. Если они не являются администраторами, мы установим его в кей текущего пользователя. Так что подробнее об этом в следующем видео. На данный момент это было все. Я надеюсь, что увижу тебя в следующем видео, и будь осторожен. Пока.